Здравствуйте! Добро пожаловать на урок биологии в 11 классе. И тема нашего сегодняшнего урока – клеточная биология. Мы поговорим о структуре, функциях и составе клеточной мембраны, в том числе модели жидкой мозаики, об ультраструктуре и функциях клеточных органелл и узнаем, как измерять клетки с помощью светового микроскопа. Для начала давайте узнаем, какие цели мы сегодня должны достигнуть. Нужно установить связь между структурой, свойствами и функциями клеточной мембраны, используя жидкокристаллическую модель. Объяснять особенности строения и функций органоидов в клетке и определять размеры клеток, используя световой микроскоп. Для того, чтобы поговорить на все темы, которые мы сейчас перечислили, давайте проверим наши знания и ответим для этого на вопросы. Первый вопрос. Какие функции выполняет клеточная мембрана? Эта тема знакома из предыдущих классов и ответ какой-то должен быть уже. И второй вопрос. Какие особенности строения характерны для наружных мембран клеток, растений, животных и грибов? Это только три из пяти царств живой природы, но они и являются самыми главными в нашей теме. Правильные ответы. Мембрана выполняет функции от ограничения внутреннего содержимого клетки от окружающей среды, защиты ее от неблагоприятных условий, таких как воздействие чужеродных частиц, чужеродных агентов, может быть какие-то абиотические факторы, хотя до определенной степени только, и регулирует транспорт. Плазматическая мембрана или плазмолема – это обязательный компонент любой клетки. Она, кроме перечисленного выше, служит высокоизбирательным входным фильтром и отвечает за активный транспорт веществ в клетку и из нее, что в принципе логично и понятно. Следующий вопрос. Давайте подумаем, какие отличия существуют между мембранами клеток растений, животных и бактерий в строении и составе. Время подумать уже было, и давайте прочитаем ответ. Цитоплазматическую мембрану растительной клетки обычно называют плазмолемой. Как и любая биологическая мембрана, она представляет собой липидный бисслой с большим количеством белков. Давайте посмотрим. Мембрана, получается, вот она в растительной клетке. Ну и если вспомнить знания из предыдущих лет обучения, то в растительной клетке есть еще очень прочная толстая клеточная стенка, которая находится снаружи от мембраны. У бактерий очень интересное строение и клеточной стенки, и мембраны. Очень интересна комбинация расположения веществ этих элементов. Основным компонентом толстой клеточной стенки бактерий является многослойный пептидогликан. Вот он. Он еще называется муриин или муклопептид. Он составляет от 40 до 90% массы клеточной стенки у грамм положительных бактерий. Вот он. У грамм отрицательных бактерий совсем тоненький слой пептидогликана. Где же здесь будет наша мембрана? У грамм положительных бактерий под слоем пептидогликана располагается отомоплазматическая мембрана, состоящая из фосфолипидов и белков. Интереснее расположение мембраны у грамм отрицательных бактерий. Здесь мембраны две. Одна из них наружная, другая внутренняя, и между ними располагается тоненький слой пептидогликана. То есть у грамм отрицательных бактерий мембраны две. Следующий вопрос. Давайте подумаем, имеет ли мембрану органоиды клетки. Понятно, что она есть снаружи клетки. Как насчет органоидов? И если вы считаете, что да, то давайте вспомним, какие органоиды и какие мембраны имеют. Ответ уже сразу здесь на слайде. Органоиды делятся на немембранные, то есть те, которые не содержат мембранных компонентов, и мембранные органоиды, которые, понятно, ее включают. К мембранным органоидам относятся эндоплазматическая сеть, комплекс Вольджи, лизосомы, эроксисомы, митохондрии и пластиды. Это органоиды, характерные, понятно, для эукариотических клеток, у которых существует настоящее ядро и присутствуют все органоиды. К немембранным относится клеточный центр эукариотических клеток и рибосомы. Ну, вот примеры митохондрии и хлоропластов. У них расположение мембран тоже удивительное и отличается от всех остальных. Мембран у них две. Есть одна мембрана наружная, вот она, и внутренние складки мембраны. У митохондрии они называются кристами, а у хлоропластов это граны. Еще интересная мембрана у ядра. Ядро, как вы знаете, является хранилищем генетической информации клеток, и для того, чтобы хранение это было как можно более надежным, мембрана клетки очень прочная, двойная и пронизана порами. Поры нужны для того, чтобы происходил транспорт веществ, потому что он все-таки необходим, чтобы что-то поступало и в ядро, и выходило из ядра. Следующий вопрос. Раз у нас будет идти речь об измерении клеток с помощью светового микроскопа, то давайте подумаем, каковы возможности современных микроскопов. Можно ли с их помощью определить размеры рассматриваемых клеток, и подумаем, как. Увеличение микроскопа определяется как производное увеличение объектива, вот у нас объективы, и увеличение окуляра, то есть их нужно перемножить. Если увеличение окуляра равно 10, а увеличение объективов может быть 10, 45, 100, то увеличение такого микроскопа соответственно составляет, если 10 умножить на 10 в 100 раз, 450 раз, 1000 раз, ну и некоторые из световых микроскопов имеют увеличение до 2000 раз. Световой микроскоп на слайд. Еще более высокое увеличение не имеет смысла в световом микроскопе, так как при этом понижается разрешающая способность, и две точки, находящиеся рядышком, уже не видятся, невозможно их увидеть, как две отдельные точки, то есть изображение расплывается, становится мутным. Увеличение, которое можно получить в современных электронных микроскопах, вот мы его видим на слайде, составляет от 1000 до миллиона раз. Причем разрешающая способность электронного микроскопа в тысячи и десятки тысяч раз превосходит разрешение обычных световых микроскопов. И это разрешение, то есть расстояние, на котором две соседние точки видятся как отдельные точки, оно составляет меньше одного ангстрема. Это очень маленькая величина, но и говорит это о том, что электронные микроскопы очень совершенные и высокоточные приборы. Ну и давайте теперь поговорим о структуре, функциях и свойствах клеточной мембраны и подумаем, что же это за модель жидкой мозаики. Нужно задуматься о том, из каких компонентов состоят клеточные мембраны, то есть структурные части, и какие вещества составляют эти компоненты. И для того, чтобы лучше представить это себе, давайте посмотрим видео. Ну вот мы с вами видели, что существует несколько разными цветами окрашенных структурных частей, что какие-то из них составляют основу, какие-то находятся над поверхностью клеточной мембраны. Ну и давайте теперь уточним, что клеточная или плазматическая мембрана очень гибкая и тонкая эластическая структура. Толщина ее около 7,5 до 10 нанометров. Нанометр это тоже очень маленькая величина, то есть можно представить, что плазматическая мембрана довольно-таки тонкое образование. Она состоит в основном из белков, вот они, это тоже белок, и липидов. Примерное соотношение компонентов белков 55%, фосфолипидов 25%, вот здесь вот ближе к поверхности и к внутренней части находится еще холестерол, его 13%, другие липиды могут быть 4%, и углеводы над поверхностью мембраны, их 3%. Липидный слой, как можно догадаться, зная его свойства, нужен для того, чтобы препятствовать проникновению воды внутрь, ну и из клетки, ну и не только воды, а растворимых или растворенных в воде веществ. Давайте посмотрим еще одно видео о структуре клеточных мембран. Видно, что было волнующееся море, это структурный компонент, который, видно, тоже состоит из двух частей. Есть ионные каналы, которые могут пропускать молекулы, имеющие нужный заряд и нужный размер, неподходящая молекула не прошла. Есть также белковые каналы, которые используют энергию, энергию для того, чтобы работать и транспортируют ионы, ну в нашем случае калия и натрия, наружу из клетки, а вот сейчас пойдет транспорт внутрь клетки. Кроме того, белки клетки могут, как мы сейчас увидим, транспортировать частицы, прям такие относительно небольшие кусочки частицы чего-то, твердых веществ. И есть еще рецепторные белки, они отвечают за взаимодействие клетки с гормонами и с ферментами, ну и с разнообразными клетками, мессенджерами, посланниками, которые существуют вокруг. Ну еще раз посмотрим, как происходит транспорт веществ, частиц. Видно, что вот этот вот основной слой липидов, он неоднородный, обращены желтыми частями мембраны друг к другу и могут сцепляться, то есть осуществляется контакт клеток, а вот это вот маркер или рецептор клетки, то есть он подсказывает всем окружающим структурам, что это клетка и может рассказать о ее свойствах. Вот это еще одно интересное явление, когда клетка взаимодействует с уже большой частицей какого-нибудь твердого или может быть жидкого вещества, называется явление эндоцитозом, мембрана прогибается, окружает частицу и поглощает ее. После того, что мы уже увидели и узнали, давайте подведем итоги. Гидрофильная часть липидов с фосфатной группой образует две мембранные поверхности, наружную, которая контактирует с внеклеточной жидкостью и внутреннюю, которая понятно находится и обращена к внутренней поверхности клетки. Середина вот этого фосфолипидного бислоя непроницаема для ионов и водных растворов, таких как глюкоза или мочевина, то есть крупных органических молекул. Жирорастворимые же вещества и кислород и углекислый газ легко могут проходить через фосфолипидный бислоя, так как являются жирорастворимые вещества родственные ему по химической природе, а кислород и углекислый газ очень мелкие частицы. Ну, вот такие вот изображения дойдут нам более полную картину. Видно, что белки могут находиться на поверхности, это будут поверхностные белки, могут быть наполовину погруженными или полуинтегральными и полностью погруженными или интегральными. Вот эти-то интегральные белки и выполняют функции транспортных белков или рецепторных белков. Видно, что на поверхности находится рецептор. Вот на вот этом рисунке еще более детальное и четкое представление видны мелкие ворсинки, мелкие волоски гликокаликса. Его еще называют кушок так условно, потому что очень-очень тонкие эти структуры и служат для взаимодействия клеток друг с другом. И давайте подведем итог по информации, которую мы узнали о строении клеточной мембраны. Компоненты клеточной мембраны это двойной слой фосфолипидов, обращенных гидрофобными хвостами друг к другу, составляя барьер для веществ таких как вода, а гидрофильными головками к внутреннему содержимому и окружающему клетку пространства. Это очень важно, так как клетка может взаимодействовать с окружающими веществами, но в то же время является барьером для их проникновения. Следующий структурный компонент это белки, они могут быть поверхностными, содержат рецепторы, полуинтегральными и интегральными осуществляющими транспорт, ну и часть из них также может быть рецепторными. Третий компонент это холестерол, он находится между слоями фосфолипида, его функция это регуляция транспорта, то есть это дополнительный барьер для водорастворимых веществ, он осуществляет гибкость, помогает в гибкости мембраны, разжижая фосфолипиды и дает дополнительную прочность. Четвертый компонент поверхностный слой гликокаликса, как мы уже говорили в кавычках пушок, он осуществляет связь клеток с окружающими структурами. В 1972 году ученые Джонатан Сингер и Гарт Николсон предложили жидкостно-мозаичную модель мембраны, согласно которой белковые молекулы плавают в жидком фосфолипидном бислое. И получается, что эти белки образуют такую своеобразную мозаику и поскольку фосфолипидный слой сам по себе жидкий и белки в нем постоянно перемещаются, то получается, что эта мозаика не зафиксирована жестко, а как бы плавает такая жидко-мозаичная модель. Но похоже на поверхность мыльного пузыря, который все время переливается и не остается на одном месте. Интегральные белки, те, которые пронизывают мембраны, они амфипатические, это значит, что своей гидрофобной частью они также взаимодействуют с жирными кислотами фосфолипидов, что обеспечивает их вот эту дополнительную подвижность. Кроме подвижности белков, подвижны и сами липиды. Похоже на море липидов с плавающими айсбергами белков наша плазматическая мембрана. Как же могут двигаться липиды? Они могут вращаться, двигаться в латеральном, то есть боковом направлении и осуществлят даже прыжки, переходы из одного слоя наружного во внутренний. Ну и наоборот. Такой переход называется флип-флоп переход. И давайте посмотрим еще одно видео о свойствах плазматической мембраны. Between the living machinery of the inner cell and the harsh conditions of the outside world stands the cells plasma membrane. As crucial as this barrier is, it's surprisingly flexible. Push it and watch it move. Poke water as their heads attract it. Throw in some cholesterol and a few carbohydrates and you have the basic structure of a plasma membrane. Within these lipid molecules we also find different proteins which do various things for the cell. For instance, they receive signals from the world outside or they transport nutrients in waste. So nature composes the membrane with a combination or mosaic of different lipids, carbohydrates and proteins. And these molecules are not stationary. They constantly move within the structure fluidly changing their positions. The survival of all life rests on this veil of material. A supple membrane just two molecules thick. Well and let's once after the video to examine the part of the transport of substances. The membrane is a jirobelk of the body which is the body to transport. и транспорт. Аминокислоты, глюкоза, ионы калия и натрия переносятся в клетку, то есть через клеточную мембрану. Против градиента концентрации это происходит с затратами энергии. На видео можно было рассмотреть, как только после контакта с молекулой АТФ происходит транспорт тех веществ. И кроме того, клеточная мембрана заряжена. Снаружи у нее заряд положительный и разность потенциалов достигает 20 до 100 милливольт. Эти ее характеристики очень важны и в следующих темах возможно вы сможете убедиться для чего они важны. И подведем итог. Функции плазмолема это сигнальная, контроль поглощения и секреции веществ, запасание и использование энергии, то есть за счет вот этого градиента электрохимического потенциала, размещение и обеспечение работы ферментов и рецепторное, то есть за счет рецепторных белков. Следующее, о чем мы с вами поговорим, это структура и функции клеточных органов. И чтобы понять, как они расположены и как взаимодействуют с мембраной, давайте посмотрим следующее видео, оно очень интересное. Пожалуйста, посмотрите его внимательно. Внутренняя жизнь клетки. Все, что происходит внутри наших тел, захватывает дух. Каждый элементарный процесс это каскад удивительных событий. Посмотрим на эти события изнутри, а заодно увидим структуру наших клеток. Поврежденная кожа краснеет и припухает. Вы когда-нибудь задумывались, почему это происходит? По кровеносному руслу летят маленькие красные эритроциты. Большие и тяжелые лейкоциты медленно катятся по стенкам сосуда. Лейкоциты клетки кровеносного сосуда непрерывно перекликаются. Мы здесь, и я здесь. Этот разговор – взаимодействие белковых молекул на поверхности клеток. Контакты формируются и разрушаются. Возникают новые точки сцепления. Лейкоцит притормаживает у некоторых участков сосуда. Он как будто принюхивается своими рецепторами. Не стоит ли здесь остановиться? Может, именно здесь я нужен? Это кипящее море цветных шариков клеточной мембраны. По ней свободно путешествуют холестериновые плоды, несущие на борту самые разнообразные сигнальные молекулы. Они сделаны из того самого холестерина, с которым мы ведем борьбу. А это, оказывается, неотъемлемый компонент клеточных мембран. Без холестерина они теряют текучесть, плоды застопориваются, и клеточная жизнь начинает барахлить. Невероятные молекулярные разговоры продолжаются. Белки специфически узнают друг друга, взаимодействуют, меняя своих партнеров и меняются сами. Мы переносимся внутрь клетки сосудов. Видно, как с холестериновых плодов свисают корешки поверхностных сигнальных молекул. Изнутри клеточную мембрану поддерживают каркасы специальных белков, спектринов. Они образуют строго геометрические, но при этом динамичные структуры. Вся клетка пронизана микрофибрилами и микрофиламентами. Это телефонные линии клетки и одновременно ее дороги. Они же поддерживают ее объем и форму. Уходим от клеточной поверхности и погружаемся глубже. Микрофиламенты сами собираются из специальных белковых кирпичиков. Эти кирпичики – молекулы актина, того же белка, что образует сокращающиеся структуры в мышцах человека. Процесс напоминает рост кристаллов. При необходимости специальный белок перекусывает актиновые ники. Более основательные микротрубочки собираются из бобулина. Микротрубочки – это транспортные артерии клетки. Транспортный путь готов. Ненужные пути сами разбираются на составляющие. Сейчас вы увидите клеточную трассу в действии. Белок кинезин везет в мембранный пузырек по микротрубочке. В пузырьке находится что-то очень важное. Это не упрощение и не художественный образ. Это действительно происходит в каждой из 100 триллионов клеток вашего тела. Прямо сейчас. Юркая митохондрия пробирается в лесу микрофиламентов. Всего пару миллиардов лет назад она была отдельно живущим организмом. Но и теперь она не утратила былой ловкости. Сейчас митохондрии дают нашим клеткам энергию. Центросома – центр управления всеми микротрубочками клетки. Внутри нее две центриоли – родоначальность клеточного скелета. Мы у святая святых. Это клеточное ядро – носитель генетической информации клетки. Его поверхность пронизана порами. Через эти поры выходят маленькие молекулы РНК – рибонуклеиновой кислоты. РНК – это копии отдельных участков ДНК, которые из-за своей ценности и размера не подлежат выносу из ядра. Выйдя из ядра, молекулы РНК связываются с рибосомами. Нанозаводиками – по производству белков. Рибосомы используют информацию, записанную в РНК, как инструкцию при синтезе белка. Рибосома с невероятной скоростью передвигается вдоль РНК, прочитывая только ей понятный текст, записанный всего четырьмя буквами – А, Т, Г и С. Закончив синтез белка, рибосома удаляется. Новорожденный белок подхватывается белком-переносчиком и сопровождается туда, где его ждут. Другие рибосомы поступают умнее. Они направляют свой белковый продукт в мембранные каналы клетки. Тут они точно не потеряются, и никакие переносчиков не нужны. При этом белок остается прикрепленным к стенке мембранного пузырька. Обратите внимание на этот момент. Все мембранные пузырьки и каналы клетки образуют единую систему – эндоплазматический ретикулум. А вот наш знакомый кинезин снова что-то транспортирует. Это аппарат Гольджи – узловая станция на пересечении всех транспортных путей клетки. Внутри его цистерн белковые продукты дорабатываются и проходят технический контроль. Успешно прошедшие упаковываются в мембранные пузырьки и отправляются к поверхности клетки. Подняться к поверхности им помогает все тот же кинезин. В пузырьке молекулы информации для лейкоцита, который прихвортовался у подозрительной клетки сосуда, внутри которой мы сейчас с вами и находимся. Пузырек сливается с мембраной клетки, высвобождая свое содержимое в межклеточное пространство. Его мембрана становится частью клеточной мембраны. А те белки, которые были прикреплены к мембране, помните про них, становятся сигнальными молекулами на поверхности клетки. Это всевозможные химокины, рецепторы, G-белки. Сигнальные молекулы, интегрины, всплываются на своих плотах к месту контакта их клетки с лейкоцитом. Когда все на месте, интегрины меняют свою форму и хватают лейкоцит, за имеющиеся на его поверхности молекулы клеточной адгезии. Для лейкоцита такое взаимодействие это сигнал стоп. Здесь нужно выйти из кровеносного русла и ткани. Лейкоцит распластывается по поверхности сосуда и протискивается между клетками. Там, в тканях, он расправится с нарушителями порядка, возможными микробами, присутствие которых запустило этот каскад событий. А в месте проникновения возникает краснота и припухлость. Видео, конечно, удивительное. И это была только компьютерная графика. Нельзя даже представить себе, насколько сильными были бы впечатления об внутренних процессах клетки, если бы мы действительно могли, имели возможность заглянуть в них в реальности. Ну и давайте теперь обсудим то, что мы увидели и поговорим об ультраструктуре клеток. Органоиды или органеллы это специфические рабочие части клетки, имеющие особенности строения, обеспечивающие выполнение ими определенных функций. Еще важно сказать, что такое протопласт. Он состоит из ядра и цитоплазмы. Цитоплазма состоит из органелл и цитозоли. И снаружи протопласт окружен плазмолимой. То есть протопласт это внутреннее содержимое клетки, исключая саму клеточную мембрану. Цитозоль это внутренняя среда клетки, прозрачный коллоидный раствор, в котором находятся все остальные органоиды и содержит цитозоль до 90% воды у некоторых клеток. Еще один очень важный органоид это плазмодесма. Плазмодесма, казалось бы, внешне кажется, что это просто отверстие. На самом деле это сложная органелла. Она снаружи покрыта плазмолимой. В центре находится канал или десмотубула. И плазмодесма соединяет протопласты всех клеток, формируя симпласт. Этот симпласт будет впоследствии очень важен для транспорта клеток. Вот микрофотография плазмодесма. Вид сбоку, вид сверху, поперечное сечение. Еще один очень интересный компонент клеток это клеточная стенка. Клеточной стенки нет у клеток животных, зато она есть у клеток растений, бактерий, как мы видели в начале лука. Клеточная стенка состоит из волокон, целлюлозы. Это могут быть еще волокна пектина, соединяющие их. В некоторых клеточных стенках есть еще лигнин, суберин для дополнительной прочности. Вот такое вот кулакнистое образование. Следующий органоид, о котором мы поговорим, это ядро. Функция ядра это хранение и передача наследственной информации во время деления клетки. Мы уже обсудили подробность о том, что двойная ядерная мембрана есть у ядра. И ядерные поры примерно такого же строения напоминают плазмодесмы. Они нужны для выведения информации, контроля процессов клетки путем выведения этой информации из ядра. Для транспорта белков и рецепторная функция, то есть избирательный транспорт в ядро и из ядра. Тоже не менее важный компонент это клеточный центр. Этот органоид, как мы вначале уже сказали, не мембранный. Состоит из двух центриолей. От каждой из них отходит множество микротрубочек, которые удерживают органоиды во взвешенном состоянии и играют важную роль во время деления клетки. Следующий тоже очень важный органоид это хлоропласт. Хлоропласт это один из видов пластид, бывают еще лейкопласти, хромопласти. Имеет наружную и внутренние складки мембраны. И согласно симбиотической теории происхождения хлоропластов, хлоропласты это бывшие когда-то свободно живущими бактерии, которые поглотили крупные клетки. Но они их не переварили, так как хлоропласты, то есть те бывшие бактерии оказались выгодным наполнением клетки благодаря своей способности к фотосинтезу. То есть к образованию органических веществ из простых бедных энергий, углекислого газа и воды. Кроме того, в хлоропластах и хранятся эти запасенные вещества в виде крахмальных зерен. Доказательством симбиотической теории происхождения хлоропластов служит наличие у них собственной своей ДНК. Правда, эта ДНК зависит от ядра клетки хозяина, но однако же она своя собственная у него есть. Вот так выглядят хлоропласты изнутри, вот они в складке внутренней мембраны. Следующий органоид митохондрии. Митохондрии тоже имеют двойную мембрану, впячивания внутренней мембраны называются кристы. Точно такое же происхождение симбиотическое по версии ученых. Тоже есть собственная ДНК, но только отличие функции митохондрии от функции хлоропластов. Это умение митохондрии, расщепляя органические вещества в пище, извлекать большое количество энергии, которой хватает не только для жизнедеятельности самой митохондрии, но и для всей остальной клетки. Вот так выглядят митохондрии под электронным микроскопом. Следующие эндомембранные структуры клетки, и это эндоплазматические ретикулы. Здесь есть трубчатые цистерны, вот мы видели волокна, вернее, что-то вроде канала, напоминающие каналы. Функции понятно, что транспортные, кроме того и синтетические. На каналах гладкой эндоплазматической сети происходит синтез липидов и углеводов, а на каналах шероховатой эндоплазматической сети, вот мы ее видим, вот электронная фотография, находятся немембранные органоиды, рибосомы. Рибосомы имеют размер около 20 нанометров, это очень маленькие клеточные структуры, и являются машинами для сборки аминокислот, из аминокислот полипептидной цепи, на каналах шероховатой эндоплазматической сети. Следующий органоид аппарат Гольджи, или его еще называют комплекс Гольджи. Он представляет собой совокупность цистерн, пузырьков, каналов, внутри которых происходит синтез жиров и углеводов. Также они собираются и секретируются, то есть выделяются из клетки. Комплекс Гольджи был открыт итальянским ученым и врачом Камилы Гольджи, и в 1898 году ему за это дали Нобелевскую премию. Также, согласно его открытию, единичной структурой комплекса Гольджи является диктиосома. Следующий органоид – это вакуоли. Вакуоли бывают двух видов – литические, то есть расщепляющие вещества, и вакуоли для хранения веществ. На слайде мы видим их функции. Причем вакуоли растений и животных могут отличаться по функции. Если говорить о вакуолях растений, таких типичных, стандартных вакуолях, то их функция – накопление и хранение воды, регуляция водно-солевого обмена, поддержание торгера растений, накопление и окрашивание клетки. Следующий органоид – лизосомы. Это тельца отграниченной цитоплазмы одной мембраны, внутри находятся протеолитические ферменты, и в лизосомах происходит расщепление мономеров, питательных веществ, которые попали в клетку с кровью. И последние органоиды в клетке, больше там их пока ученые не нашли, микротела и цитоскелет. Микротела – это пироксисомы, в них происходит окисление веществ. И цитоскелет, как мы видели в видеофрагменте, состоит из микротрубочек и микрофиламентов. Микротрубочки – более прочные основания, и служат они для транспорта и поддержания структур клетки во взвешенном состоянии. Но и также очень важна их роль во время деления клетки. Они растягивают органоиды клетки в два разных направления. Состоят из белков тубулина – это микротрубочки, а микрофиламенты – из молекул белков актина. И последнее, о чем мы хотим сегодня поговорить, это микрометрия. И для начала давайте подумаем, в каких единицах можно измерить клетки. Удобнее всего их измерять в микрометрах, потому что эта единица, она действительно очень мелкая, достаточно мелкая для размеров клеток, а в одном миллиметре умещается 1000 микрометров. Иногда, если структуры очень маленькие, как мы видели, рибосома, допустим, имеет размер 20 нанометров, можно измерять и в нанометрах. А в одном миллиметре получается миллион нанометров. Измерение клеток с помощью светового микроскопа производится с помощью подручных вспомогательных приборов. Первый из них – это окуляр-микрометр. Это круглое стекло с нанесенной на него шкалой. Этот окуляр-микрометр прикрепляется на микроскоп, и когда мы смотрим в обычный наш микроскоп на наш объект, то видим его сквозь вот эту вот шкалу. Вот у него есть винт для прикрепления. Вот будет винт в нашем случае. Вот изображение, как видно, через микрометрическую шкалу клетки. То есть, если мы будем знать цену деления и реальную, настоящую цену деления, то есть сколько микрометров находится между двумя соседними штрихами микрометрической шкалы, то можем запросто определить размеры клеток. Но, конечно, речь не идет о точном определении, а примерно приблизительно. И как это происходит, давайте посмотрим видео. Измерение микроскопических объектов называется микрометрией. Для этого существуют специальные шкалы или микрометры. Одна такая шкала, окуляр-микрометр, вставляется в окуляр микроскопа. А другая такая шкала, объект-микрометр, помещается на предметной стороне микроскопа. Прежде чем измерить с помощью окуляр-микрометра какой-либо объект, нужно установить цену деления окуляр-микрометра при каждом из его увеличений. Как мы видели из фрагмента, для того, чтобы произвести измерение размеров клеток, нужен не только окуляр-микрометр, но и еще одно приспособление, с помощью которого можно было бы определить точность деления. Вместо окуляр-микрометра есть еще вариант использовать дифракционные решетки. Они тоже имеют деление, но только в виде решетки. Но это подходит для определения количества, может, подсчета бактерий каких-то, больше для подсчета. И вот та шкала, которая используется в качестве эталона, это объект-микрометр. Представляет он собой стекло, и на нем очень маленькое изображение. Только под микроскопом видно, что это деление, нанесенное на это стекло. Вот так вот выглядит объект-микрометр. Его помещают, как мы уже могли заметить, на предметный столик. Мерный отрезок – это расстояние между двумя сосредними делениями. Очень важное понятие в микрометрии. И тарировка. Значит, это явление, когда в поле зрения совмещаются две шкалы. Окуляр-микрометра, вот в нашем случае вот он, и объект-микрометра. Причем, что интересно, при разных увеличениях, совмещение не будет одинаковым. То есть для каждого нового увеличения нужно проводить тарировку повторно. Ну, что мы видим? Здесь на рисунке совпадает объект-микрометр с делениями номер 2, 2 и номер 8. И в этом промежутке умещается 30 делений окуляр-микрометра. Если мы знаем, что цена деления нашего объекта-микрометра обычно бывает 10 микрометров, то можно произвести расчеты и вычислить, чему будет равна цена деления нашего окуляр-микрометра. Ну вот они, две шкалы. Шкалы сопоставляются. Простые математические расчеты. Ну, мы уже сказали, что при разных увеличениях производят эти расчеты повторно. Если мы высчитали, что цена деления нашего уже окуляр-микрометра 1,67 микрометра и потом через шкалу окуляр-микрометра будем рассматривать какую-нибудь клетку ну или клеточную структуру, то легко можно определить ее примерный размер. То есть мы видим, сколько таких делений, умножаем на 1,67 и определяем размер. Ну, о достоверности полученных результатов большой, конечно, говорить не приходится, но примерное представление о размерах клеток и их органоидов очень легко можно получить. Еще один способ калибровки с использованием вот таких вот формул. Ну, его тоже можно применить. Вот такие вот производят расчеты. Ну, самое главное определить цену деления окуляр-микрометра. Дальше уже проще. И подведем итоги нашего урока. В жидкомозаичной модели клеточной мембраны в подвижном бислое фосфолипидов свободно перемещаются белки и холестерин, что делает ее подвижной и действительно можно говорить о модели жидкой мозаики. Органоиды клетки – это ее рабочие части, особенности строения которых помогают им выполнять их функции в клетке. И используя два микрометра – объект-микрометр в качестве эталона и окуляр-микрометр, возможно определить размер объектов, рассматриваемых в микроскоп. И проверим наше знание. Значит, здесь у нас таблица. Нужно заполнить недостающую часть. То есть, что мы знаем о жидкомозаичной модели клеточной мембраны, что такое скелет, аппарат Гольджи, как производят тарировку. Ну, вот наши ответы. То есть для тарировки нужно просто совместить в поле зрения окуляра две шкалы – шкалу объект-микрометра и шкалу окуляр-микрометра. Домашние задания. Попробуйте решить вот эту задачу. То есть здесь нужно произвести математические расчеты. И спасибо за внимание. Материалы этого онлайн-урока вы можете найти по адресу «Моду, Миш, Еду, Кизэп». Спасибо.